Я желаю всем счастья. Это самое сложное, то что она сейчас спрашивает. Самое сложное и самое главное в нашей жизни научиться молитве. Люди, сколько бы они ни слушали, часто они не понимают все-таки, как действует молитва. Поэтому это такой сложный вопрос. Вроде бы простая вещь, надо изучать глубже, глубже, глубже всю жизнь. И тогда просто огромная сила приходит внутрь. Нет, это неправильно. Не надо часто молиться. Надо один раз молиться, но подолгу. Лучше не часто, а один раз, но подолгу. Часто, понемножку, никакого толку нет. Конечно. Вот, допустим, бегать часто, понемножку, никакого толку. Организм лечится. Ага. Ага. В 7 часов, да, заканчивается лекция? Да. Организм лечится, когда человек бежит спокойно, радостно, не торопясь, но долго. Начиная с 40 минут пробежки уже начинает серьезное лечение. А если человек полтора часа бежит, то коренные изменения в организме происходят. Коренные изменения. И вот 40 минут до полтора часа, это уже называется победа над судьбой. А до 40 минут, когда человек бежит, он разбегивается. То есть он потихоньку... Медленно, спокойно, да, не торопясь. И радоваться людям в жизни, в 7 лет. А? Так же в молитве тоже. До 40 минут это просто разбежка. То есть это судьбу не побежает, дает настроение хорошее, характер изменяет. Но судьбу меняет, когда молитва будет после 40 минут. Почему 40 минут? Потому что есть такое понятие 48 минут. 48 минут это очень важная временная единица. Раньше люди не часами мерили пространство, а 48 минутами. Это на санскрит называется мухурта. Это время. И вот это время, оно является очень ключевым в жизни человека. Когда человек больше 48 минут что-то делает, допустим, то у него глобальные изменения происходят. Ну, имеется ввиду, если он молится, там, или бегает, или зарядку делает, там, ну, что-то такое. Я просто спросил, когда я молюсь, я молюсь о всех и о муже. Не, неправильно. Видите, одна и та же ошибка. Тысячу раз объясняю людям, и они все равно тысячу раз делают одно и то же, и все неправильно. Не надо молиться о всех и о муже. Надо молиться Богу и думать только о Нем. Все остальное делает Бог сам. Поймите, что Он знает все ваши проблемы. Как некоторые диктуют, как бы, Богу, что надо делать. Понимаете, классика, как бы, жанра. Вот, и иногда это просто, ну, как бы, ну, смешно, и просто шутят над этим. Мне вот такую шутку прислал один знакомый. Шутка такая, то есть, стоит такой хомячок с руками сложенными вверх, такими, и молится. Хочу толстый кошелек и тонкую талию. Прошу, Господи, смотри, не перепутай. Да, Господи, знает, что вам надо. Вот это вот все, вот то, что вы вот это делаете, это не молитва вообще, в принципе. А молитва вот что. Когда человек в молитве забывает про себя и про свою проблему, а просто думает о Боге, кланяется ему и застывает в отношениях с Богом, о Нем думает. А проблема у него из памяти уходит. В этот момент, когда у него из памяти проблема уходит, эту проблему начинает решать Господь. Потому что в ведах объясняется, что пока я сам думаю о проблеме, Бог туда не зайдет. Мы не пускаем Бога, мы верим в себя, в свои силы. Но когда я забыл про проблему и сказал, Господи, я хочу думать о себе, сам решай, решать эту проблему, не решать. Вообще это не мое дело, это твое дело, сам реши. Вот тогда она начинает проходить. Поэтому надо отвлечься от всех и просто думать о Боге, просто служить Ему и со всех сил. Вы поймите, что это очень трудно отвлечься от проблем. Вам будет не пускать, у вас психика будет рваться. Но когда вы сможете думать о Боге и забудете про проблему, в этот момент начинается победа над судьбой. И реальные изменения в жизни начинают происходить. Сначала у вас появляется спокойствие по поводу проблемы. То есть вот сын, там дочь, там муж. Вы о них вспоминаете и в сердце память о них становится спокойнее. Это первая стадия побед над судьбой. Память о людях спокойнее становится. Вам легче о них вспоминать. Вторая стадия. Вы не просто помните о них, а начинаете разговаривать с ними. И вы спокойно можете разговаривать. Допустим, одна женщина говорит, Олег Геннадьевич, я вот молюсь, мне вроде бы легче стало думать. Но у меня сейчас интересный момент такой произошел. Я раньше так была обижена на мужа, что я не могла с ним даже поговорить. Меня просто рвало изнутри. Я не могла просто с ним поговорить. Так сильно он меня предал. А сейчас я вот молюсь, и я разговариваю с ним, как с приятелем. То есть он бросил ее. Я, говорит, разговариваю с ним, как по-доброму, спокойно. И вообще у меня в сердце нет ни обиды, ничего на него. Я говорю, вот это вторая стадия уже. Это значит, что скоро он вернется уже. Да? Вот так пошло, вот так в сердце. Ты разговариваешь с ним, дружишь просто, по-дружески. Как бы ты ни против его жизни, там все хорошо к нему относится. И дальше уже у него возможности предавать тебя уже нет. Потому что почему он с другой-то и живет? Потому что ты наказана за что-то. А если вот эти две стадии прошли, значит наказания уже нет. Все, оно закончилось практически. И теперь только жди, когда у него там начнется нервотрепка с этой дамой. И его потянет куда? Там, где у него есть любовь. Назад, в теплое отношение к жене. Все. Это третья стадия. Он меняет свое отношение и возвращается. Я понимаю, я просто вам рассказываю, как происходит дальше победа над судьбой, если человек смог отвлечься от своей проблемы и думать о Боге. Но если он этого не смог сделать, шансов победить судьбу никаких нет. Хоть ты целый день молись и думай о своей проблеме и проси Бога там тонкую талию, толстый кошелек. Хоть там целый день это делай, ничего не поможет. Молитва такая прославляющая Бога. Вера ваша. Внутри веры есть разные молитвы. Молитва короткая, которая имеет в себе обращение к Богу или имя Бога, прославление Бога и способность не обращать на себя внимание. То есть ты не на себя акцентируешь внимание в молитве, а на Бога. Думаешь о нем. Вот как, допустим, вот эта молитва. «Мария, Дева, радуйся, Пресвятая Богородица». О себе что-то есть? Нет? Нет. Человек говорит о Боге, прославляет Богородицу. Все. Вот такая молитва побеждает судьбу. Человек прославляет Бога, думает о Боге, любит Его и забывает про себя. То есть одну короткую молитву? Короткую молитву на четках много раз, час повторять одно и то же. Бьете в одну точку. Постепенно постигаете эти отношения с Богом. И в это время Бог побеждает вашу судьбу. Он это делает, а не вы. А когда во время молитвы, вот, картинка, и потом она уходит, была она даже в голову в память? Картинка, если это алтарь или святой человек, это Бог вам показывает, чему молиться. Он как бы дает вам способ победы над судьбой. Если это картинка, то кланьтесь этой картинке, служите ей, поклоняйтесь, любите. Не надо обращать внимание на видение. То есть цель служения, а не картинки. Часто люди вдохновляются эффектами. Это называют спецэффекты. Допустим, человек молится и такой, о, Олег Иначе, у меня в сердце такое произошло. Вот, забудьте, что произошло. Твоя цель это думать о Боге, кланяться Ему. А что у тебя в сердце произошло, не обращай внимания. Это спецэффекты. Не надо об этом сильно думать, это то, что тебя наслаждает. Твоя цель же служить, а не наслаждаться. Бог дает знания также. Ты молишься, молишься, бац, аааа, вот ты какой северный олень. Вот, забудь об этом, узнал? Хорошо, дальше служи Богу, думай о Нем. Перестань концентрироваться на знании также. Продолжай служить. Ближе, микрофон. Конечно, она для этого, для победы судьбой предназначена, вот чей наш. Конечно, на четках. И правила себе установить. Один раз повторила, бусинку передвинула. Нет четок? Ой, это большая проблема. Как меня один человек спросил, говорит, Олег Геннадьевич, а где взять коровий навоз? Я говорю, есть такие передвижные фирмы. Говорю, вот они производят коровий навоз. Она едет, идет, фирма такая идет, и как бы раз, и не, шлеп. Все произведено. Часть навоза произведена, можешь взять. Так и четки тоже. Четки нет, что так, Олег Геннадьевич, большая проблема. Здесь четки продаются, нет? Вот продаются четки, идите купить. Проблемы нашла тоже мне. Утром, запомните, всегда все, что связано с победой над судьбой, только утро. Это и здоровье, и молитва, и отношения с людьми. Только утро побеждает судьбу, потому что утром солнце поднимается вверх. Вечерние молитвы помогают расслабиться, успокоиться, вести себя в гармонию с людьми. Они для отношений. Поэтому их лучше делать вместе, с женой, с детьми. Взяли, сели, почитали жития святых, посмотрели нравственный фильм, обсудили. Это для любви. Вечернее время для любви, дневное время для работы. Ночь для сна или для зачатия детей. Если кто-то зачатает детей с утра, дети рождают чувствительными. Днем больными, вечером психически больными, а ночью здоровыми. Потому что во время зачатия луна должна светить. Она охлаждает психику и дает здоровье ребенку и матери, которая вынашивает это ребенка.